В среду днём в микрорайоне «Пятая площадка» грозился публично себя сжечь 48-летний житель частного дома. Угрозы самоликвидации последовали, когда к нему приехали судебные приставы, которые собирались забрать «Мазду Титан Хабаровчанина». Доведённый до отчаяния мужчина, дабы подтвердить серьёзность намерений, облился бензином. Невесёлое шоу продолжалось несколько часов. Всёобщее напряжение спало лишь, когда в дело вмешались полицейские. По словам родственников автовладельца, он стал жертвой мошенников. Несколько месяцев назад у его супруги появился долг перед работодателем в размере 88 тысяч рублей. Решать вопрос с её начальником владелец «Мазда» отправился лично. Они договорились на том, что он напишет ему расписку на 88 тысяч и будет отдавать по 15 тысяч в месяц. Как я понял, он подписал какую-то бумагу с их слов, что это была та самая расписка, где он будет частями отдавать. В залог Хабаровчанин оставил ПТС своего грузовика. Горожанин ещё не успел внести первую часть долга, как на пороге появился новый владелец машины. Он пришёл к мужчине через месяц договором купли-продажи и тем самым техпаспортом. «Титан» он якобы купил за 88 тысяч рублей. Начальник же супруги на связь с должниками больше не выходил. Прежний хозяин грузовика, разумеется, отдавать «Мазду» не стал. Новый, так сказать, владелец. Подал в суд и выиграл процесс. Правда, заседание прошло без участия второй стороны. Возбуждать уголовное дело по заявлению обманутого Хабаровчанина в полиции не стали. Вроде бы подпись в документах была подлинной. «Вам отказано в возбуждении уголовного дела. Мы говорим, на ком основании. Ну, она и мотивирует, что якобы была какая-то проведена экспертиза, где, ну, по черкам, где доказали, что это его почерк». Акт отчаяния в виде угрозы публичного самосожжения возымел результат. Полицейские приняли у мужчины заявление и обещали разобраться в автомобиле на долговых хитросплетениях. Пока же грузовик не стали отдавать никому. До окончания разбирательства машина будет находиться на охраняемой стоянке. С места происшествия Юлия Рябцева, Мария Дедова и Андрей Алферов.